27 марта в Саранске завершились соревнования в рамках второго в истории Кубка Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой «Красная машина», которой противостояла команда Марка Кондратюка время первых. В заключительной дисциплине, произвольной программе у женщин, Щербакова набрала 176,12 балла и заняла первое место. Второй стала Камила Валиева, третья – Елизавета Туктамышева. Команда Щербаковой выиграла турнир с результатом 145-141. Анна Щербакова выиграла Кубок Первого канала практически в свой день рождения. Во всяком случае, по дальневосточному времени на момент своего выступления олимпийская чемпионка уже была совершеннолетней. Об этом она и пошутила перед честным общением с журналистами. Как собираетесь отметить день рождения? В поезде по дороге в Москву, смеется? Честно, вообще пока никаких планов нет. Как изменится ваша жизнь с наступлением 18-летия? Сложно представить. Наверное, надо немного пожить в 18-летии, чтобы понять. Пока никак не изменилось, там посмотрим. Планируете начать водить машину? На права я уже учусь. Так что в планах это есть. Какие эмоции от турнира? В первую очередь хочу сказать спасибо всем нашим ребятам из красной машины. Я очень горжусь ими, потому что каждый внес максимальный вклад в эту победу, все выдали невероятные прокаты. Я очень за них рада. Выступая последней из своей команды, я понимала, что как и вчера я не могу подвести команду, хотелось все это хорошо завершить. Еще мы сидели и точно также переживали за ребят из команды время первых, потому что за пределами соревнований мы все одна большая команда. Так что за всех очень переживали. Многие выдавали невероятные прокаты, эмоции испытывали за всех. От себя скажу, что все прошло невероятно радостно, довольны абсолютно всем. Почему пошла кровь из носа? Все в порядке, у меня бывает такая проблема на тренировках. Это вообще не проблема. Было ли у вас какое-то соперничество на этом турнире с Камилой Валиевой? Здесь я вообще ни с кем не соперничала, просто выходила, понимала, что это последний старт в сезоне. Хотелось подарить всем зрителям приятные эмоции, чтобы, посмотрев наши прокаты, они просто порадовались. Вы чемпионка мира и Олимпийских игр. Чего еще желать? Я никогда себе не ставила целями какие-то медали, поэтому у меня пока ничего не меняется. Анна, вас вчера спросили о незакрытых гештальтах в карьере, и вы не сразу нашли ответ. Помню, когда было интервью с вашими родителями, они предложили заголовок карьера, яркая вспышка или долгий извилистый путь. Какой вариант вам больше нравится? Потому что у ваших родителей было разное мнение на этот счет. Надолго задумывается, не знаю, оставим этот вопрос открытым, смеется. Пока сложно сказать. Мне ни то, ни другое не нравится, смеется. Видимо, у меня третье мнение. Может, долгая вспышка? Все смеются. Долгая извилистая вспышка? Смеется. Понятно, что мы не просим от вас окончательного решения сейчас. Но все-таки к чему вы больше склоняетесь после этого сезона? Хочется больше отдыхать или продолжать карьеру? Есть ли шанс, что мы увидим вас на соревнованиях еще? На данный момент мне хочется отдохнуть, но это пока не распространяется на следующий сезон. Я думаю, не только у меня такая ситуация, все очень сумбурно, и вообще непонятно, что нас ждет. Поэтому я буду смотреть по ситуации. А сейчас хочется временно отдохнуть от сезона, прийти в себя. Хотя этот сезон был очень удачным и с ярким моментами, но все-таки для всех он получился сложным. Теперь хочется выдохнуть. А принимать решение будем уже ближе к новому сезону.